Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это вторая часть урока по Corona Distance. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Сейчас я Вам расскажу, как можно использовать Corona Distance для создания эффекта пены. Для начала, давайте создадим какой-нибудь рельеф. Я покажу несколько методов для его быстрого создания. Первый метод это использование Word Creator. По данной программе, у меня есть отдельные уроки на канале. Поэтому, я быстро что-то создам без подробного рассказа о всех настройках. Сейчас не так важно разрешение данного объекта, так как я хочу быстро создать какой-нибудь рельеф для демонстрации урока. Детали в данном случае не так важны, поэтому уменьшаю значение Precision, но при этом стараюсь сохранить общие формы. Я думаю, что в данном случае 4 метра будет достаточно. Экспортирую данный объект в общ-формат. Теперь импортируем данный рельеф в 3ds Max. Создаем солнце и корона-камера. Настраиваем Layout для удобного просмотра изменений. Для этого нажимаем Alt и B и слева указываем Corona Interactive, справа корона-камера. В итоге, мы увидим такой рельеф. Теперь давайте создадим объект, отвечающий за водную поверхность. На него назначаем корона-материал. В Diffuse Slot, которого загружаем Corona Distance Map. И добавляем наш рельеф в Distance From. Для Color Near ставим белый цвет, который будет отвечать за пену. А для Color Far, цвет океана или любой другой фантастической жидкости, если у Вас не наша планета. И смотрим, что получается в Corona Interactive. Изменяем значение параметра Distance Far. Давайте назначим какой-нибудь темный материал для рельефа, чтобы было лучше видно пену. После чего экспериментируем с настройками Distance Far и Distance Near. Меня вполне устраивает такой результат. Теперь давайте добавим Berkan Noise, чтобы придать пене стилизации. При желании, можно еще поэкспериментировать с настройками и наоборот придать реализма. Загрузить какую-нибудь текстуру и так далее. Я думаю, с этим у Вас не возникнет сложности. Давайте я теперь расскажу, как еще можно быстро создать такой рельеф в 3D-Code, ZBrush и Tea Conceptor. То есть, второй метод быстрого создания рельефа это использование 3D-Code. В этой программе все достаточно просто. Выбираем воксельный скульптинг. Новую сцену. И с помощью инструмента 2D Paint в режиме ZX-Plane делаем набросок острова. 2Do contrast. for смотрим по щель down. 3D Essa почта не выходит из зазы. 2D Chase thingiestbook. 3D 4D 202 217 229 229 Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что этого будет достаточно для рельефа. Теперь создаем второй слой, который будет водой. Субтитры создавал DimaTorzok Назначаем те же материалы, что и для предыдущего рельефа и экспериментируем с настройками. Итак, я думаю, что тут все понятно. Идем дальше. Сейчас я покажу, как можно быстро создавать рельеф в ZBrush и Tei Concert. Импорт в 3ds Max уже не буду показывать, так как я думаю, и так понятно, что все работает как нужно. В ZBrush тоже все очень просто. Вы можете выбрать пресет Terrain и начать с ним работу с помощью кисти Snake Hook и нового режима Sculptris Pro, который появился в ZBrush 2018. Благодаря этому режиму, сетка на ходу теселируется и таким образом, геометрия не сильно искажается. То есть буквально за несколько минут можно сделать быстрый скетч ландшафта и водной поверхности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если у Вас нет 3D-Code от ZBrush, то в данный момент Вы можете скачать Tei Conceptor абсолютно бесплатно. У меня на канале уже есть 3 части об этой замечательной программе. Tei Conceptor Вы тоже можете очень быстро создать скетч рельефа. И я еще раз повторю, что это урок о возможностях Corona Distance. И я не рассказываю подробно о других программах. Просто лишь показываю возможность быстро создать рельеф с водной поверхностью для дальнейшей работы с Corona Distance. Естественно, Вы можете использовать только 3ds Max для этой задачи. Но я в своих уроках всегда показываю те инструменты, которые я часто использую в своей работе и мне это удобно. В этой программе используя обычную кисть, которую можно выбрать здесь на панели. Вы можете сделать скетч какого-то рельефа. Достаточно просто повернуть plane с зажатым CTRL и начать рисование. Затем просто нажимаем кнопку Remesh и получаем нужный результат, который можно потом детализировать в 3D-Code или ZBrush. То есть, как видите, можно очень быстро создать какой-то концепт рельефа для любой задачи. Также можно создать в своей кисти гор или еще каких-либо моделей для KidBush. И конечно же, можно использовать эту кисть для создания водной поверхности. Благодаря специальному plane, также можно рисовать в пространстве и получать объемный рельеф. Это все, что я хотел рассказать о TA. Идем дальше. Несколько человек просили меня рассказать о использовании Corona Distance вместе с Corona Scatter. Да, такая возможность есть и сейчас я покажу, как ее можно использовать. Создаем несколько разных примитивов. Plane для ландшафта, пирамида для деревьев и бокс для дома. Пирамида для ландшафта, пирамида для ландшафта. Затем в объектах меняем Standard Primitives на Corona и выбираем Corona Scatter. После чего в Distribute on Objects помещаем Plane, а в Instanced Objects указываем пирамиду. Включаем коллизии. Отображение Box или Full Mesh тут уже по вашему желанию. Спейсинг делаем меньше и внесем немного разнообразия в Scale. И теперь, если в Random Distribution добавить текстуру Corona Distance. В настройках этой текстуры указать Box. Сделать плотность леса больше. Чтобы было видно данный эффект. И изменить настройки черного Distance. Вы заметите, как меняется радиус, в области которого будут расти деревья. И они огибают данный дом. И даже если начать его двигать, вы тоже увидите влияние Corona Distance Map. Это все, что я хотел рассказать о Scattering. В следующей части поговорим о других потрясающих возможностях Corona Distance Map. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!